Ещё раз хочу поблагодарить организаторов за возможность сегодняшней встречи. Я смотрю в зал, конечно, я не знаю здесь всех представителей японской страны, но видно, что это большой представительный форум. Вижу, что с российской стороны он достаточно большой. Действительно, наверное, в таком составе российское и японское бизнес-общество пока вместе не собиралось. Я очень рассчитываю, что у участников встречи будет возможность неформально пообщаться ещё и после того, как часть, в которой мне предоставилась возможность поучаствовать, будет закончена. В выступлениях наших коллег не прозвучало большого количества вопросов, но вот в том, что мне было передано в качестве позиции японских предпринимателей в обобщённом виде, здесь сформулирован целый ряд вопросов, которые, как видно, наших японских коллег интересуют и беспокоят. Они разбиты на несколько частей. Это такая заглавленная – пожелание к правительству Российской Федерации. Здесь первое – это законодательная и налоговая система, прочие системы и процедуры. Выступая, по-моему, это был господин Анзай, тоже упомянул о том, что японские партнёры полагали бы необходимым дальнейшее совершенствование налогового законодательства. Вы знаете, наверное, отчасти это справедливо. Любое законодательство должно постоянно совершенствоваться, и российское, и японское, и любое другое, имея в виду, что жизнь развивается быстрее, чем любое законодательство. И даже наоборот, законодательство всегда отстаёт от жизни. Но я думаю, что для российских реалий гораздо более востребованным и важным было бы не совершенствование, а стабильность законодательства. Мы постоянно ставим вопрос перед правительственными экспертами о том, что нужно прекратить часто изменения в законодательстве. Я думаю, что в конечном итоге для бизнеса это было бы гораздо важнее. Хотя, конечно, есть моменты, которые требуют особого внимания и рассмотрения. Но мы делаем это публично. В принципе, ничего здесь закулисно не происходит. Правительство постоянно информирует о своих планах. Я имею в виду, скажем, о планах, все планы, кстати сказать, все планы российского правительства, они направлены на одно – на снижение налогового времени. На снижение. Если в Западной Европе общая налоговая нагрузка на экономику составляет где-то около 38-40%, у нас она снижена значительно за последние пять лет и составляет где-то около 34-35%. Мы и дальше планируем ее снижать. Будем совершенствовать законодательство в области налогообложения в сфере добычи природных ресурсов. Мы собираемся снижать, дифференцировать, вернее, вводить дифференцированную ставку налога на добычу полезных ископаемых. Есть и другие идеи, другие планы, но хочу вас заверить, они все транспарентные. Они все есть на сайтах правительства Российской Федерации в интернете. Они обсуждаются активно в бизнес-сообществе, в том числе и с привлечением объединения промышленников и предпринимателей, руководитель которого здесь представлен, господин Шохин, недавно избранный, и с представителями торгово-промышленной палаты. Упрощение и повышение эффективности различных административных процедур, визы, разрешения, таможенные процедуры. Полностью согласен. Что касается виз, то это такие процедуры, которые решаются исключительно на двухсторонней основе. Какие Япония нам предоставляет возможности и визовые, такие Россия будет предоставлять японским партнерам. Это общий принцип Российской Федерации в отношении со всеми нашими партнерами. Я очень рассчитываю на то, что мы с обеих сторон, и японское правительство, и российское правительство найдут оптимальные способы решения этого вопроса. Мы за полную либерализацию в вопросах визового режима. На взаимной основе, конечно. Далее, обеспечение прозрачности и согласованности всех административных процедур, включая выдачу разрешений, лицензии и так далее. Согласен, вот с этим я согласен. Здесь мы должны предпринять необходимые шаги для того, чтобы вопросы подобного рода решались наименее забюрокраченным образом и как можно быстрее. У нас планируется принятие соответствующих решений, в том числе и в области законодательства, которые в значительной степени должны перенести эту сферу в область гражданско-правовых отношений, а не административных.